На селекторном совещании обсудили три основных вопроса. Во-первых, главы городов и районов Кубани отчитались о статистике наркозависимых, поставленных на учет в первом полугодии. Второй вопрос на повестке дня о проведении эксперимента в добровольном анонимном наркотестировании. Специалисты уверены, такая мера профилактики действенна. По крайней мере, на ранней стадии потребляющих наркотики молодых людей легче вытянуть из зависимости, а значит спасти. О своей работе и о мерах профилактики отчитались представители наркополиции и наркоконтроля. По статистике, в среднем по России число наркозависимых постоянно растет, на Кубани – обратная тенденция. В первом полугодии на учет поставили меньше зависимых на 6,5%. В конкретных цифрах более 430 человек отказались или не попробовали наркотики. И это заметный результат. В городах Горячий Ключ, Краснодар, Новороссийск, Динской, Новопокровский, Атрандинский район. Раннее выявление бизонников дает возможность проведения своевременной лечения и возвращения их в общество. Другой пример. В станице Фастовецкой и Текорецкого района в ток-шоу «Стиль жизни и здоровья» приняли участие аж 8 детей. В плане, вы представляете, вот вдумайтесь, коллеги, вот вдумайтесь, есть план, который утвердил глава района. Этот план печатается в местной газете района. То есть любой человек прочитал, ух ты, смотри, ё-моё, Фастовецкая, Фастовецкая тоже, но там не сто человек проживает. Вообще-то серьёзная такая станица, правда ли, да? Прочитал, ё-моё, пойду посмотрю, что же это такое, стиль жизни и здоровья. И вот приходит туда человек. Никого, 8 деток. В профилактике наркомании среди подростков каждый спасённый ребёнок победа. Общая для всех рекомендация проводить профилактику масштабней и для большей аудитории. Размещение информации, ярко эмоционально говорящее последствия. Так можно остановить желание ребёнка попробовать смертельно опасные наркотики, вещества и препараты. У нас есть рост по линии совершения преступлений несовершеннолетними, да, по линии номер, и есть рост в состоянии алкогольного пения. Я попрошу на это обратить внимание. Давайте эти 15 эпизодов возьмём, посмотрим, что это за несовершеннолетние, по которым выставлены карточки. В форме 1-1 подчёркнуто, что в состоянии алкогольного, любого наркотического пения. И посмотрим, чем они занимались, как вы профилактировали индивидуально. Мэр Анапы Сергей Сергеев призвал чиновников соблюдать все задачи и правила профилактики наркомании. Особое внимание уделить запланированным встречам. Отмен и переносов в вопросе профилактики не бывает. Наталья Пухальская, Артём Зиборов, Анапа. Регион.